Самарский дворик дарит вам подарок. Сегодня удивительный день. Я вот метаюсь туда и сюда, хочу всем поедать. Сегодня удивительный день. Сегодня 125 лет, как родился великий русский поэт Сергей Есенин. И не случайно поэтому торжественную часть мы хотим начать с того, что поздравить замечательных людей, которые написали прекрасный эссей и объяснились нашему музею любви. С такими чувствами, чистыми и очень нежными чувствами к нам обратился Иван Бойков в первую очередь. Манечка, можно вас? Знаете, когда наши двери были закрыты, музей, и была так называемая пандемия, мы подумали, как бы нам все-таки напомнить о себе и вспомнить те самые настроения, которые мы переживали, когда рядом с нами было много гостей. И мы выставили в сеть такое предложение. А почему бы не написать о нашем музее? Не открыться и улыбить нашему музею? И вот первый, конечно, это сделал Иван Бойков. Мы честно пытались найти конкурента, но он бесспорно выиграл этот конкурс. Мы вас поздравляем, вы победите, и ваше эссе будет обязательно опубликовано. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 У вас это получилось. Я думаю, что все вы тут смогут еще вскоре убедиться. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Бауреатом этого конкурса Так же стал Анастасия Сильва-Альвановна здесь сейчас в гости. Спасибо. Это очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень рада с вами познакомиться. Спасибо, что вы делаете для нашего города. И с большим удовольствием выкладываю в музее на выставках. Это очень здорово, что наша культурная жизнь, она процветает. И очень скучал, когда было все на карантине, закрыто. И с большим удовольствием, конечно же, прихожу. И с большим удовольствием поделилась своими теплыми чувствами, в том числе к музею и вообще к нашей Рыбе Самаре. Спасибо. Очень теплая, действительно, и мне очень понравилась. И ваше настроение, и ваши чувства не только к музею, но и к нашему городу. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Впереди нас ждет концерт, но поскольку я бесконечно люблю Сергея Есенина, если вы позволите, я прочитаю одну из самых близких к мне подобных стихотворений. Хотя она может быть не созвучна в сегодняшней погоде. Жизнь обман с чарующей тоской. Оттого так и сильна она, что свою грубую рукою пишет роковые письмена. Я всегда, когда глаза закрою, говорю лишь сердце потревожь. Жизнь обман, но она порой согревает радостями ложь. Хорошо в черемуху и в юге думать так, что эта жизнь играет. Пусть обманут легкие подруги, пусть изменят легкие друзья, Пусть меня ласкают нежным словом, пусть острее бритвы злой язык. Я живу давно на все готова, ко всему безжалостно привык. Холодят мне души эти мысли, нет тепла от звездного огня. Всех, кого любил я, отреклись я. Всех, кем жил, забыли про меня. Ну и все ж тесними и гадними. Я смотрю с улыбкой на зарю. На земле мне близкой и любимой. Эту жизнь за все благодарю. Благодарю я в лице Сергея Есенина, еще и тех людей, которые всегда рядом с нами, по-настоящим друзей. Там прячется великий музыкант Марк Львович Коган. Марк Львович, когда я узнала, что у вас появится такая дивная возможность, услышав звуки музыки Мишеля Леграна в нашем практически французском дворике, я не смогла себе отказать в этом удовольствии и не поделиться с вами друзьям. Марк Львович, мой дорогой вам микрофон. Спасибо. Спасибо. Ну, я так надеялся, что вы скажете пару слов о том, что у вас была выставка, посвященная французской живописи, и идея была как раз в то время, но наши планы поменялись. Мы вынуждены были переключиться на программу для фестиваля, международного фестиваля в Тюрьме, что заняло наше время. Но настолько программа показалась Леониду и нам интереснее, чтобы решили ее повторить, несмотря на то, что, в общем-то, сегодня несколько другая тема. Ну, так сказать, Сергей Есенин и Франция, Франция и Россия, и французская культура для России 17-18-19 века были чем-то совершенно, особенно для дворянского сословия, было нечто более важным, чем даже русская культура. И так было до конца 19 века. Поэтому пусть не покажется странным, что в одном флаконе сегодня у нас и были поздравления, и Сергей Есенин, и выступы на Нижегородском музее, и музыка французского кино. Дорогие друзья, не судите строго. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, дорогие друзья! Садитесь, пожалуйста! Это был знаменитый минуэт из репертуара оркестра «Поле Мария» и музыки «Поле Мария». Понятно, что вещь достаточно известная, но должен вам сказать, что после смерти «Поле Мария» Жан-Жак Жустафре три года упрашивал вдову «Поле Мария» и «Рену Мария» дать ему разрешение организовать концерты памяти великого человека. Согласившийся «Рену Мария» предложил Жустафре нажать оркестр имени «Поле Мария». Так было сделано. И таким образом появился гранд-оркестр имени «Поле Мария». В 2012 году оркестр имени «Жустафре» дал большое турне в России с программой посвящения «Поле Мария». И многие из нас имели несказанное удовольствие в зале филармонии слушать этот оркестр. Лично я слушал его и получил огромное удовлетворение. И еще одна славная тема славного мелодиста «Поле Мария». «Рен, Рен» не про нас будет сказано. Дождь? Дождь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Поле Мария» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я должен сказать, мы их удивили нетрадиционным подходом к французской теме. А сейчас самарский подход. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо. 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 Сергей Пекренко. Сергей Пекренко. Раиса Лимзанова. Дорогие друзья. Спасибо. Итак. Луис Банфа идет дальше в нашей программе. Это, конечно, вы знаете, замечательный, помните, этот фильм замечательный «Черный архей». Мало того, что мало кто знает, что на самом деле это это пьеса называется «Мано де Карнавал». Все мы до недавнего времени полагали, что пьеса-то называется «Черный архей». Но мы ошибались. «Карнавал» мы сейчас показать не можем, я думаю. Не готовы. Да, вот мне подтверждают, что не совсем готовы. Но сыграть – сыграем. Итак. Я должен вам сказать, что этот человек, Луис Банфа, хотя он и знаком нам только по одной самой известной песне, но он написал музыку порядка 100 фильмов. Итак, «Мано де Карнавал». «Утро Карнавала». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 И вы сейчас в этом еще раз убедитесь. Только я не мог так со слезой сыграть про папашу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо, друзья. Спасибо. Сергей Савельев, не прячьтесь больше от нас. Не прячьтесь свои таланты. Со следующим концертом мы вас склеким и поставим прямо сюда. Это красиво. Дорогие друзья. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, дорогие друзья! Краморный зал украсят полотна Репина, украсят полотна Маковских. И мы специально к этому событию издали каталог-альбом. Вы видите его впервые. Каждому из вас я с радостью преподнесу этот альбом. И всех вас жду на этой прекрасной выпуске. Теперь мы для вас поработаем, не только вы, и для нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!